СПОРТ УКРАПЛЯЕТ ИММНТИТЕТ, УЛУЧШАЕТ СДОРОВЬЕ Но далеко не у всех и не всегда. Часть людей реально получают эти плюсы, часть занимаясь спортом получают минусы. Вопрос в чем? Вопрос в системе их питания. Если вы своим питанием обеспечили свой образ жизни, в котором есть место спорту, фитнесу, каким-то другим нагрузкам физическим, физическому труду, не вопрос, вы получаете плюсы. Хотите получать больше плюсов, делаете питание несколько чрезмерным и физической нагрузкой накапливаете новые порции аминокислот, новые порции белка в мышечной ткани. Это резерв вашего организма, который в случае необходимости может быть использован на другие цели. В случае, если ваше питание недостаточно, в соответствии с вашей нагрузкой, которую вы своего организма предлагаете, белковый дефицит приводит к тому, что невозможно накопить, сложно накопить белок в мышечной ткани. Больше того, мышечная ткань и иммунная система, они конкуренты. Это фактически две системы, которые могут накапливать запасной белок про запас. Единственное, что накопление мышцы вы видите, накопление белка в иммунной системе вы не видите. Потому что отсутствие или наличие заболевания не всегда отражает этот процесс. Но как только ваше питание недостаточно, вы мышечной системой расходуете недостаточное количество и без того белка в иммунной кислот и жестко попадает в дефицит иммунная система. Отсюда появляются болезни. Часто простудные заболевания на начальных этапах пытаются лечить в тренажерном зале. Я вас прекрасно понимаю, определенный положительный эффект в этом есть, но определенный и громадный ворох осложнений, который за этим следует как ближайшие, так и отдаленные. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, когда и самое главное, как спорт помогает укреплять ваш иммунитет, что делать и каким образом часто длительно болеющие могут выйти из той ситуации, в которой они находятся, ну и как правильно провести лечение гриппа в домашних условиях, потому как это достаточно опасная вирусная инфекция. Ну, во-первых, как использовать спорт для повышения, для укрепления иммунитета. По большому счету это все легко и просто делается. Просто нужно понять, что вся пища, так или иначе, любого животного, либо растительного происхождения, производит закисление внутренней среды вашего организма. Пища не может проводить ощелачивание внутренней среды вашего организма по той простой причине, что когда говорят, что растительная пища содержит много углеводов, и углеводы дают ощелачивание, или растительная пища, содержащая углеводы, дает ощелачивание, немножко забыли физиологию, забыли обмен веществ потому что углеводы неважно углеводы это будут растительного происхождения, либо животного происхождения, в любом случае полное окисление углеводов с излечением из них всей заложенной энергии дает угольную кислоту это кислота из которой организм не может взять никакую энергию и легко удаляет ее, потому что она легко распадается на углекислый газ и уголь углекислый газ выходит через легкие частично через кожу, но вода тоже уходит различными органами и системами но перед тем как уйти углевод закисляет внутреннюю среду вашего организма если вы считаете что животное печенье содержит углеводы ошибаетесь, все таки животный полисахарид гликоген тоже расщепляется на глюкозу, он содержится в мясе, в рыбе, в птице то есть там где идет работа мышечная работа там запасается животный углевод гликоген частично он содержится в печени потому что печень очень зависима от энергии и самый простой источник энергии это накопленный в ее же клетках гликоген если человек употребляет жиры жир по природе нейтральный при переваривании, когда липаза от молекулы глицерина отделяет три остатка жирных кислот образуются сразу три кислоты разная длина углеродных атомов определяет фактически ее свойства но в любом случае это три кислоты если взять белок то на входе в организм он фактически амфотерин то есть он нейтрален он содержит и кислотный и основной остаток то есть он как бы и вашим и нашим но при полном окислении белков образуются достаточно токсичные кислоты одна из них мочевая кислота есть и другие кислоты в любом случае полное излечение энергии или максимально полное излечение энергии из белков дает опять-таки кислоты жиры на входе кислота на выходе из организма опять-таки та же кислота потому что жиры расщепляются с образованием кетоновых тел это тоже кислоты и несущественно ваша скорость обмена веществ будь вы попал в луфолерик, сангвиник, флегматик, мелколик в любом случае ваш организм просто с разным темпом с разной скоростью активирует переваривание пищи излечение из нее энергии и закисление внутренней среды вашего организма все происходит вне зависимости от темперамента конечно можно попробовать уменьшить темп то есть перейти из разряда холерик в разряд сангвиник сангвиника сделать флегматиком а флегматика сделать меланхоликом можно снижать эту активность но уменьшение темпа или скорости обмена веществ приводит к тому что ну вы за рабочий день сделаете либо меньше выполните меньше получше положительных результатов либо вы вынуждены будете в несколько раз увеличить продолжительность рабочего дня чтобы выполнить ту работу которую вы делали в прежнем более активном состоянии и вот эта ситуация она константа то есть пищу человек должен закладывать не важно какого состава животного либо растительного происхождения в любом случае идет закисление внутренней среды работа то есть фоновый обмен веществ тоже дает закисление внутренней среды когда вы даете физическую нагрузку увеличиваете ее в соответствии с тем питанием которое вы себе обеспечили физическая нагрузка тоже дает закисление внутренней среды неполное расщепление углеводов в бескислородном режиме дает молочную кислоту полное расщепление молочной кислоты с излечением всей заложенной в нее энергии дает угольную кислоту в любом случае это кислота хватает от кислорода? не хватает работают клетки по полному циклу или по усеченному как например онкологически вырабатывая громадное количество молочной кислоты несущественно, в любом случае закисление. Чем же вам может помочь физическая нагрузка? Очень просто. Дозированно увеличивая физическую нагрузку, можно усилить интенсивность кровообращения. И удаление вынос этих кислот вымывается от места работы в ветках, вымывается в кровь, а с кровью разносится к барьерным органам. И когда вот эти кислоты в нормальных количествах, в достаточных количествах выделяются через барьерные органы, тут начинают выздоравливать все те самые часто длительные болеющие. Дети, подростки, взрослые. Если они адекватно увеличат постепенно уровень физической нагрузки, фактически кислоты, выделяясь на барьерных органах, они подавляют активность патогенных бактерий, которые там могут жить, изменилось состояние на барьерных органах и какие-то болезни куда-то делись. Именно поэтому вот в таком режиме, понимая, что вначале идет несколько чрезмерное питание и за ним следует физическая нагрузка, именно вот в этом случае часто болеющие дети, которые поддают спортивную секцию, начинают выздоравливать. Если эти процессы сбалансированы. Если не сбалансирована вот такая нагрузка правильным питанием, идет все только в минус, ребенок не будет выздоравливать. Он будет продолжать болеть, потому что мало того, что не хватало белка, не хватало интерферона, не хватало антител для того, чтобы бороться с инфекциями, так еще и включился потребитель мышц. Тут важно делать это правильно. И вначале должен работать диетолог, а потом тренер. Не наоборот. Да, тренер может смотивировать человека. Тебе нужна медаль, нужен орден, нужны какие-то похвальные грамоты. Это все здорово, это классная мотивация. Но она должна быть обеспечена правильным питанием. Когда вы будете любимый автомобиль мотивировать, ну проедь, я тебя залил в литр бензина, теперь ты должен меня возить там год и два и три и преодолевать тысячи километров, ну раньше ядерное топливо засунуть в этот автомобиль, тогда может быть такие дистанции будут преодолены. На обычном топливе все-таки залили литр бензина, проехали там километров 10-15, залили два, можете проехать два раза больше. Наоборот не бывает. С иммунной системой то же самое. Если вы обеспечили вначале несколько чрезмерное питание, вы имеете право добавить фактически физические нагрузки и разнести избыток этих кислот на барьерный орган, подавить там патогенную микрофлору, усилить, укрепить иммунитет и все работает прекрасно. Все работает адекватно и главное понятно, что этот механизм, почему он так работает. Важно это использовать для своей активности, для своего здоровья, для укрепления иммунитета. Если вы будете вести более активный образ жизни, один из компонентов здорового образа жизни, это достаточная физическая активность, не важно, это в тренажерном зале или вы просто решили прогуляться в парке ближайшем, это всегда укрепляет иммунитет. Если же вы попытаетесь полечить грипп, какие-то воспалительные процессы в тренажерном зале или усилив физическую активность, я вас прекрасно понимаю, работа мышцы приводит к тому, что активируется обмен веществ, активируется кровообращение. В принципе, там, где снизился иммунитет, не важно, это горло, это дыхательная система, это мочеполовая система, это кожа, больше крови, больше антител, больше защиты, туда попадает, больше иммунных меток. Тут все нормально. Единственное, что, когда вы увеличиваете уровень физической нагрузки, а уже есть какой-то значимый активный очаг инфекции, то параллельно, это знак равенства, есть очаг интоксикации. И пока вы загоняете, заставляете сердце раскочегарить кровообращение и больше дать крови с иммунными клетками в этот очаг на подавление, сердце работает на крови с токсинами. И таким путем очень легко и просто заработать миокардиогистрофию и посадить сердце с невозможностью в дальнейшем для сердца выполнения нужного объема физической нагрузки. Поэтому таким способом, если вы чувствуете, что вы заболели, не нужно идти в тренажерный зал по той простой причине, что пока вы идете туда, вы можете заразить какой-то вирусной инфекцией окружающих вас людей и тех, кто находится рядом с вами в тренажерном зале, вы подставляете себя под риск осложнений как минимум со стороны сердца. Как максимум, ну и другие системы тоже получают больше крови с токсинами. Им тоже не сладко. Поэтому, как только вы чувствуете, что вы начинаете заболевать, вы не увеличиваете физическую активность, а пропорционально этому снижаете. Вплоть до полупостельного режима, в котором логично проводить лечение гриппа, других вирусных инфекций, бактериальных инфекций в домашних условиях. Такие видео есть на моем канале. Также есть видео, как оказывать правильно первую помощь при гриппе. Первые признаки осложнений при гриппе. Такие видео тоже есть на моем канале. Подписчики наверняка их посмотрели. Если нет, подпишитесь. Вам легче будет их найти. Это очень важно понимать, как реагирует ваш организм на инфекцию. И как правильно обеспечить детоксикацию своего организма. Да, физическая организма помогает это сделать. Работает потоотделение, а дышка появляется. Но это далеко не самые сильные системы очищения крови от токсинов, которые производят инфекции. Более мощная система это все-таки почки. А пока организм работает интенсивно физически, почки хуже фильтруют кровь, потому что с ними их конкуренты за воду это потоотделение и это вода, которая уходит с выдыхаемым воздухом, немножко обкрадывают почки. Почки вынуждены в концентрированном виде удалять токсины. Это способ нарушить их работу. Индикатор того, что почка работает плохо, это состояние волосистой части головы. Если инфекции лечить не совсем правильно, постепенно придется дольше умываться, правда меньше расчетоваться. Потому что волосы будут гибнуть в этих условиях более активно и показывать, насколько правильно вы поддерживаете работоспособность своего организма. Это важно правильно использовать и менять уровень двигательной активности и питания в зависимости от тех условий, в которых вы находитесь, в каких находится ваш организм. И пока вы думаете поставить лайк на это видео или нет, отправить его своим друзьям, знакомым, родственникам. Я буду это видео заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и подумаем, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.